ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПО-УКРАИНСКИ В числе первых городов, где появятся новые патрульные Харьков, на этой неделе в первой столице стартовал финальный этап отбора – собеседование с кандидатами. Его уже прошел бывший администратор СТО Виктор Якунькин. Он уверен, результаты будут положительными. Была игра, я с напарником, он был мой хороший друг. У него были проблемы в семье, болела жена, нужны были деньги. И мы остановили машину, которая в частности что-то нарушила и предлагала нам много денег. И был такой вопрос, взял бы я деньги, но я сказал нет, потому что это в любом случае нет. А студент Университета питания и торговли Дмитрий Созоенко ждет начала собеседования. Хочет служить в новой патрульной службе. Говорит, что это его призвание. Хотя и зарплата у полицейского выше средней – от 6 до 8 тысяч гривен в месяц. Чуть-чуть маленькая нервозность есть. Но вот именно боюсь не поступить. Вот именно шел-шел к этому и боюсь, что может вдруг мало ли что-то, может не подойдет. Члены конкурсной комиссии, эксперты, общественники, сотрудники органов внутренних дел и психологи признаются кандидатами довольны. Они настроены в корне изменить правоохранительную систему. Большинство из них мы, конечно же, отобрали. Но встречались, конечно, люди, которые вызывали недоверие. Либо слишком интеллигентные, надо сказать. Например, был случай, когда парень подошел, мы разыгрывали ситуацию, у нас были ситуации ролевых игр. Он подошел, пять раз извинился и сказал, ну, пожалуйста, не соизволите ли вы, будьте так любезны, не распивать спиртные напитки. Конечно, таких мы, к сожалению, не брали. Члены комиссии говорят, собеседование чем-то напоминает экзамен в ВУЗе. Новым патрульным предлагают сымитировать реальную ситуацию, а специалисты оценивают поведение претендента. Есть и испытания, которые проходят не все. Для кандидатов подготовили специальные психологические тесты. В них около 500 вопросов. Например, первая из них – любите ли вы читать научную литературу? И уже, ну, вот, например, этот вопрос говорит о склонности к шизоидности, то есть к скрытности. Человек предпочитает уединение больше, чем общение. И, например, даже уже по этому вопросу мы можем делать выводы, годится ли этот кандидат на патрульную службу. Те, кто прошли собеседование, продолжат учебу в университете МВД. Тренерский состав для новых полицейских уже набран. С патрульными будут заниматься настоящие профи. К педагогам тоже свои требования. Понимание смысла реформы и умение обучать интерактивно. Финальный этап отбора завершится в следующий вторник. Почти половина участников девушки. К учебе новые патрульные приступят с 18 июля, а в сентябре уже выйдут на службу. Улицы города будут патрулировать 800 человек. Обязанности новых патрульных – следить за порядком на улицах и на дорогах, выписывать штрафы, оформлять документы при ДТП, а также консультировать пешеходов и водителей.